В предыдущем видео мы рассказали, как физически устроен интернет. Вы узнали, как компьютеры передают друг другу сообщения с помощью проводов и радиоволн. Сегодня поговорим об адресах. Как ваш компьютер понимает, к какому из миллионов других компьютеров в сети подключиться, чтобы передать сообщения или открыть конкретный сайт. Если очень упростить, в интернете у компьютеров есть номера, по которым с ними можно связаться. Они называются IP-адреса или просто IP. Выглядит такой адрес, как четыре числа, разделенных точками. Вот, например, IP-адрес Facebook. IP-адрес — это что-то вроде номера телефона. Только в телефонном номере у нас код страны, мобильного оператора и уникальный номер абонента, а в IP — узлы связи. Но мы не заходим на Facebook по адресу 31 13 81 36, а вводим в браузере Facebook.com. Дальше компьютер сам находит IP-адрес, к которому нужно подключиться, чтобы загрузить страницу. Точно так же с номерами телефонов. Когда мы хотим поговорить с кем-то из друзей, мы находим его имя в контактах, а смартфон уже определяет, на какие цифры звонить. Только если телефонные номера мы сохраняем в память телефона сами, адреса сайтов никуда сохранять не нужно. Мы просто вводим их в браузере, а компьютер открывает сайт. Чтобы это было возможно, компьютер использует специальную технологию — DNS. Она расшифровывается как Domain Name System, по-русски — система доменных имен. Грубо говоря, DNS — это огромная телефонная книга, в которой хранятся контакты всех сайтов в интернете. И когда вы вводите в браузере текстовый адрес, ваш компьютер обращается к DNS, чтобы узнать IP, с которым он связан. Но откуда DNS знает, с каким IP связан конкретный текстовый адрес? Такой текстовый адрес называется доменное имя или домен. Его можно арендовать у специальной компании, по типу нашей. А потом привязать к какому угодно IP-адресу. Вы платите как бы за временное добавление конкретного имени в базу данных DNS. Если рассказывать в самых общих чертах, это все. В жизни, конечно, есть много нюансов, но для общего понимания этой информации будет достаточно. В следующем видео расскажем, как именно компьютеры обмениваются данными, и почему их делят на серверы и клиенты. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok